здравствуйте дорогие друзья категорически всех приветствую сегодня у нас четверг около полудня и сегодня же вы увидите этот стрим откровенно говоря думал сегодня показать другое видео поговорить на другую тему как и анонсировал предыдущий раз я хотел практически подготовил информацию о стратегической ситуации в мире которая как каркас обрисует все что сейчас происходит на земном шаре основные параметры из которых станет ясно где америка где китай где нато где канада австралия новая зеландия где россия и украина и обозначи вот этот каркас мы затем будем с вами двигать фигурки его сказать в этом каркасе и будем видеть как развивается ситуация это будет общая картина это что их цели сайте сегодня им скажу это тоже вписывается в эту картину и я рад я все больше обнаруживаю что мы опережаем своем понимании ситуации особенно стратегическом плане многих руководящих представителей бывшем советском союзе прежде всего в российской федерации но закончился визит виктории нуланд в россию и он был на поверхности настолько насыщен заряжен какими-то противоречиями эмоциями это все выплеснулось средства массовой информации прежде всего про кремлевские было извергнуто столько словесов по результатам первого дня визита виктории нуланд что произошло какое-то смятение в умах и мне многие мои слушатели зрители пишут просят объяснить причем часто посты такого образа вот тот то сказал это вы это вот прокомментируете какое-то расхождение не таких постов было достаточно много ну что я могу сказать оценки могут быть у разных людей разные сколько людей столько могут быть оценок потому что люди разные и опыт разные среди тех аналитиков которые я слушаю вообще на экран скажу сразу по поводу виктории нуланд я не слушал никого в ютюбе и не читал ничьих комментарий кроме официальные комментарии россии и тех которые я считаю нужным я сейчас процитирую и заявление госдепартамента и некоторых средств массовой информации соединенных штатов в объективности которых я практически уверен по крайней мере по этому вопросу почему я не читал комментарии других блогеров просто не хотел чтобы мое восприятие ситуации была подвержена какому-то влиянию потому что одного послушаешь это как-то может отложиться на твоем понимании ситуации другого послушаешь так далее я хотел сохранить чистоту восприятия я сделал это намеренно я имею профессиональный опыт в этом плане ну и например мне задали конкретный вопрос вот андрей андреевич пианковский оценил иначе визит долланд что вы можете сказать по этому поводу ну что я могу сказать я знаю андрея андреевича глубоко уважаю этого человека как аналитика считаю что один из лучших из представителей россии по большинству вопросов а я знаю о его взглядах оценках его работах начиная где-то с начала 90-х годов я слежу за ними то есть это один из многих людей на которые считаю что стоит читать и знакомиться с его взглядами с большинством его взглядом в прошлом я был подавляющим большинством я был согласен они буквально какое-то чудо происходило что буквально в одно и то же время мы приходили когда мы как академии тем же оценкам и чуть ли не одинаково с одинаковыми формулировками с таких вот такого такого у меня не было ни с кем и никогда но опять таки я не слышал что андрей дэй сказал по поводу нуланд я сказал почему объяснила почему но я вам сейчас объясню так сказать на следующий день после завершения визита нуланд москву я теперь считаю что мог могу дать более полную картину чем я это сделал в первый день и объясню вам что произошло значит в первый день вообще кремль решил разыграть 2 некую двухходовочку с виктория нуланд который имеет достаточно такую жесткую репутацию в россии и на это есть причины а я бы ее назвал железной леди американской внешней политики это та женщина которая имеет стальные я назову это нервы хотя можно употребить было бы и другое слово но достаточно сказать что когда она была студентка изучала русский язык для практики во времена советского союза она она каким-то чудом сумела устроиться на россии советский рыболовный сейнер и среди моряков в северных широтах она ловила рыбу я не знаю никогда не был на советских рыболовецких цейнерах но я смотрел по американскому телевидению сериал не прекращай прекращающийся ловли рыбы на американских сейнерах в черных широтах я вам скажу это явление не для слабонервных и вот она молодая девчонка американкой иностранка среди этих матросов несколько какое-то время изучала русский язык но одно это говорит что это за женщина его с ней видимо решили разыграть двухходовочку первую после это в первый день и потом второй первый день она встречалась с рябковым в ходе замминистра иностранных дел российской федерации в ходе этой встречи рябков предложил ну 1 отменить все те санкции которые американцы ввели в отношении дипломатических представителей представительств россии и заодно свернуть все другие санкции которые были объявлены американцами против российских представителей это подразумевало то что американцы не введут те санкции которые мы с вами обсуждали последние две недели вот что страшно страшила и пугала кремль он угрожал он угрожал что если вы этого не сделаете то мы можем пойти даже чуть ли не заморозка дипломатических отношений то есть мы вообще закроем ваши диплопаде представительства в россии и мы понимаем что вы можете закрыть диплопаде представительства в америке мы не хотим этого но мы будем вынуждены это пойти если вы вот не сделаете то что мы хотим это было беспрецедентная истерика беспрецедентные угрозы на что согласно статье американского интернет-издание басфит виктория нуланд ответила на русском языке нет свое время вот так вот дразнили господина громыко министра настроенных дел советского союза называя его мистер нет который на все предложения американцы вот так вот отвечал после этого рябков разразился истерикой на пресс-конференции опять там угрожал кричал что это не наш выбор но мы на это пойдем там и так далее а вечером в российских средствах массовой информации разразилась настоящая вакханалия я их не смотрел я берегу свою нервную систему но я прочитал отчет о них в том же самом басфит это была большая статья и было бы интереснее я считаю прочитать был американскую реакцию на эту вакханалию чем прослушать собой вакханалию и так значит викторию викторию нуланд обвинили страшных грехах ее обвинили в том что якобы в нарушении дипломатического протокола она явилась в мид на переговоры в вызывающем наряде то есть она была в костюме как назвали малинового цвета на самом деле это был внимание не малинового цвета он был вот такого цвета бордового как моя рубашка кстати я ее одел сегодня в знак поддержки викторию нуланд бордового цвета рубашка очень не шла все нормально там изгалялись по поводу ее обуви и самое главное значит сели на нового конька которую я раньше не замечал в кремлевской пропаганде этот конек басфит назвал женоненавистничество мотив был такой что перевелись мужики в америке и не с кем теперь уже вообще разговаривать а бабы их становится более мужикоподобными и вот их что делать в этой ситуации надо вообще заканчивать все разговоры с вашингтоном эта постановка вопроса по согласно басфиду звучала на ресурсе который известен в российской федерации за рубежом как соловьиный помет а также на другом ресурсе вы на котором работает кремлевская теледива скоробеева и вот всем на этот конек они совершили ну идиотскую опять совершенно идиотскую ошибку не допис недопустимую для людей у которых есть мозги потому что теперь то есть женоненавистничество на западе но вы понимаете что такое да теперь к ярлыку воров коррупционеров наркодельцов террористов кремлевским прицепиться еще ярлык жена ненавистников ну то есть полнейший полнейший букет нравственного морального интеллектуального разложения этих людей то есть лучше бы они этого не делали но виктория нуланд хорошо держала удар и никаким образом на это не отреагировала и следующий день был совсем уже другим на следующий день она встретилась то есть был основной этап ее переговоров она встретилась с помощником одним из главных помощников путина по внешней политике и по америке ушаковым тот который когда-то работал послом здесь в вашингтоне а также с козаком ответственным от кремля по украинскому вопросу это были другие совсем переговоры и отклики о этих переговорах и в соединенных штатах и в россии был совсем другой нежели это было после первого дня переговоров как я вам это сейчас описал в российских средствах кремлевских пропагандистских ресурсах когда вот анализируешь такие переговоры как состоявшийся переговор нуланд надо знать как и на какие источники обращать внимание и что читать и вот я нашел для этого как один из тех показателей или источников на который в данном случае можно положиться эта статья федора лукьянова 13 октября это по окончанию переговоров нуланд в москве статья опубликованная в журнале голубого россия в глобальной политики федора лукьянов это можно сказать один из немногих интеллектуальных рупоров кремля именно интеллектуальных в отличие от носителей соловиного помета он не пропагандист и он служит иногда рупором а иногда каналом доведения активных мероприятий то есть он транслирует то что хочет кремль чтобы услышали прежде всего на западе потому что интеллект статей господина лукьянова он вообще-то не предназначен для внутреннего российского потребления там для внутреннего российского потребления вот скорбеева и соловьиный помет что интересно в этой статье она была опубликована и на русском и на английском языке причем что интересно носит заглавия которые написаны большими буквами в русском варианте и в английском совершенно разные понятно что господин лукьянов писал на русском и там звучит заглавие так зачем нуланд приехала в москву нормальное заглавие это заглавие информационного сообщения или скажем так разведыватель аналитического сообщения разведки в английском варианте я даю вам перевод это звучит совсем иначе попытка москвы водили попытка байдена задобрить москву показывает что вашингтоне устали от конфликта с россией из-за украины и больше беспокоиться о войне с китаем вместо этого его что интересно содержание статьи дальше и на английскими на русском никак никоим образом не соответствует этому заглавию таким образом складывается впечатление что сначала была написана статья в русском варианте на естественно на русском языке и так она и пошла вместе с заглавием оригинальным а потом кто-то я думаю это из кремля по недомыслию присобачил вот этот заголовок который никоим образом не отражает смысл статьи какой сигнал они хотели послать я не знаю какой может быть хотели показать что мы еще ого-го но на самом деле как мы сейчас увидим смысл статьи совсем другой и так в этой статье важно все тут отточено каждое слово поэтому я буду читать буквально выделил самые главные абзацы которые вам помогут понять что произошло на этих переговорах и так зачем мулан приехала москву выяснение параметров многостороннего взаимного сдерживания по украинскому вопросу и составляет смысл нынешнего визита виктории нуланд внимание речь не идет и не может идти о каких-то сделках и долгосрочных договоренностей то есть здесь главным мы смысл что цель визита и переговоров как россия и америка возможно будут сдерживать украину это активное мероприятие потому что дальше мы увидим что там никаких указаний на то что америка собирается сдерживать украину вместо россии нет то есть дальше текст он опровергает вот этот тезис дальше говорится о том что виктория нуланд фигура на у нас почти легендарная здесь вспоминается значит что она печеньки раздавала кстати глупейшие вот это и глупейшая ошибка была когда она ходила по майдану раздавал эти печеньки раздавала печеньки потому что я нечего было сказать она приехала неподготовленная тогда вот разгар майдана когда он начался и люди требовали совета просили скажите что делать поддержите она не знала что сказать обама не дал ей самой никаких указаний никаких полномочий и вот она ходила и раздавала вместо этого печеньки и так как говорит ука рассказывает нам лукьянов она приехала для того чтобы выяснить каковы реальные перспективы обострения российско украинских отношений эскалация белому дому совсем не нужна поскольку вся деятельность предшествующих месяцев показывает администрация четко определилась приоритетами связи вам на заводе приоритеты как они указаны в статье господина лукьянова но я вам должен сказать что мы с вами об этих приоритетах уже говорим недели три то есть мы их знаем раньше гораздо раньше чем об этом чем это поняли и осознали в кремле и мы говорили об этом когда обсуждали что происходит на взаимоотношениях между сша и китаем и так пишут лукьянов пример приоритетом номер один кратно превосходящим по значимости все остальное для америки включаю россию является сдерживание китая правильно господин лукьянов центре внимания опять тайваньский вопрос самый взрывоопасный и пожалуй единственный из всего ассортимента противоречий сша и кнр который чреват войной близко правде соответственно вся стратегия америке по сути отсчитывается теперь от этой темы и во многих вопросах вот это откровение из кремля во многих вопросах россия все больше рассматривается сквозь призму противостояния сша и китаем я считаю что это потрясающее по своей откровенности признание после всех разговорах о великой россии вставание с колен а личных о лишней хромосоме русском мире и прочей хрени наконец-то видимо принял холодный душ и выпив стакан теплого молока кремле признали что россия теперь это нечто вторичное на мировой сцене не хорошо что крем это понимают и это значит что я думаю я надеюсь потому что это подразумевает то что я скажу это должно подразумевает что понтам наконец-то пришел или подходит конец кремлевским понтам они теперь должны думать и видимо начинает думать о том как жить второстепенной региональной державой как россию назвал свое время обама и как там возмущались как так мы великая держава какая региональная наконец-то судя по всему они это понимают и это я считаю тектонический сдвиг не только менталитете кремлевских но и надеюсь это последует и во внешней политике россии дальше господин лукьянов пишет насколько можно судить байден его команда заинтересованы в том чтобы обстановка между россией и украиной в особенности вокруг донбасса оставалась стабильной без эскалации это блестящая мысль блестящее понимание ну конечно америка хочет чтобы там было стабильно чтобы россия не нагнетала напряженность чтобы сливные бачки и агенты влияния кремля не распространяли слухи что путин вот-вот совершит массированное вторжение украины и расчленит ее захватит большую часть территории что не будет концентрации сто тысячной армады россии на границах украины реально создающую угрозу вторжения это все америки естественно не надо и слава богу в россии это понимает потому что раньше же мы слышали крики что вот это все провоцирует вашингтон руками киева в киеве марионетки они обостряют ситуацию отношения с россии это все нужно америки якобы для сдерживания россии теперь я не понимаю что америке надо сдерживать китай россии этот вопрос десятый и что именно нужно в америке обострение украина российских отношений в киеве это не нужно и дальше значит он пишет рискнем даже предположить что вашингтон со своей стороны готов повлиять на киев здесь ключевое слово рискнем потому что судя по этому слову виктория нуланд никаких обещаний даже намеков в этом плане не давала на своих переговорах в москве а дальше значит он лукьянов пишет то есть вот дальше идет интересная тема когда кремль пытается представить администрацию зеленского а в его лице украину как сторону которая игра и играет какие-то грязные игры и эти грязные игры мешают нормализации взаимоотношений между москвой и вашингтоном ну то есть зеленский пытается использовать запад как пугало которым значит он пугает местных и воздействует на местных олигархов используя борьбе против них давление запада о том что надо бороться с коррупцией с другой стороны он дразнит россию а когда россия там начинает возмущаться администрации зеленского обращается к западу и кричит о российской угрозе и таким образом выпрашивает расширение отношений западом включение в нато новых кредитов там военной помощи и так далее ну и дальше прямо похвала похвала администрации байдена вот буквально вечером накануне соловиный помет кричал что в вашингтоне нам не с кем уже разговаривать нету там людей вот голос вашингтона кремля в интерпретации федора лукьянова администрация байдена за 10 месяцев в белом доме продемонстрировала что способна на привы проведение последовательной линии там где ей это нужно и это большой плюс по сравнению с предшественником то есть трампом это просто фантастика вот такие вот изменения и дальше выяснение параметров многостороннего взаимного сдерживания взаимного то есть имеется ввиду россия-америка америка россии вместе герой украину ли бог его знает что он имеет ввиду под этом или хочет надеяться то есть взаимное сдержание по украинскому вопросу и составляет вероятно смысл нынешнего визита и главное внимание это вам ответит на многие те вопросы которые вы мне задавали слили украину как там с минскими договоренностями слушаем голос кремля речь не идет и не может идти о каких-то сделках включая минск долгосрочных договоренностях включая минске соглашение о которых комментаторы почему-то сразу начали рассуждать я повторю еще раз речь не идет и не может идти о каких-то сделках долгосрочных договоренностях о которых комментаторы почему-то сразу начинает рассуждать то есть не было никакого слива украины вообще и по вопросу о минских договоренностях частности . дальше чтобы у нас не было вообще никаких сомнений на этот счет господин лукьянов пишет даже минимально реалистичный схем урегулирования нет минские соглашения это рамка в наполнении которой кажется никто всерьез больше не верит . если кто-то смотрел мои видео после сразу после встречи в женеве я вам сказал после встречи в женеве один из моих выводов минский процесс в том виде минские договоренности в том виде которых видел его россия а это прежде всего формула штанмайра он мертв то есть никто не против того что надо урегулировать ситуацию и принципе можно разговаривать о особом статусе донбасса это десятый вопрос еще который надо что это будет за статус но не может быть никакой речи о том что украина дает автономии проводят переговоры проводят выбору выборы на территорию который контролируется оккупантом иностранной державы и только потом когда-то это иностранная держава может быть позволит взять под контроль эти границы это было безумная постановка вопроса которая противоречила здравому смыслу и международному праву и мы с вами я вам неоднократно говорил по поводу резолюции он определение агрессии и говорил о том что эти минские соглашения к категорическим образом противоречат этой резолюции а потому они не имеют никаких шансов на осуществление вот теперь пожалуйста никто больше не верит в перспективу минских соглашений сказал представитель рупор интеллектуальный рупор кремля дальше третьих как пишет господин лукьянов общий интерес россии с сша исчерпывается как подчеркнула нуланд необходимостью предсказуемости не более того но по сравнению с тем к чему мы успели привыкнуть в отношениях с америкой это немало еще раз повторю предсказуемость это единственное что дает америка предлагает россии москве кремлю сейчас и кремль этим доволен ничего больше и слава богу я просто боюсь сделать еще шаг дальше и предположить неужели до них дошло что хватит корчить из себя слона когда ты не слона ну понятно неужели пришло это понимание что там случилось кремле это революция вообще-то из этого вывод мы делаем что повестку дня то есть прокомментирую высказывание последние лукьянова потому что она революционно повестку дня в отношениях с москвой между двумя странами фармеры формулирую формирует сша и кремль с этим согласен и спасибо сша говорит кремль через лукьянова что америка согласна на предсказуемость в отношениях а кстати это предсказуемость это было то единственное что в рамках доктрины байдена эта администрация предлагала и обещала кремлю именно с этим байтон переходил на переговоры в женеве и вот все что я им сказал накануне женевы а потом после женевы это все сбылось то есть сказал до того до переговорах это я подтвердил после переговоров то что сделал после переговора вот продолжает свершаться медленно но верно вообще-то по историческим смеркам достаточно быстро так по большому счету дальше вот чтобы отойти так сказать от статьи господина лукьянова потому что он он еще надо сказать не только главный редактор россии в глобальной политике он еще по моему то ли президент или по моему президентом называется у них должны очень главный совете по внешней оборонной политики это интересная организация которая включает себя у меня там масса знакомых лиц с которыми вместе работали пересекались там половина там бывшие министры иностранных дел и седуги достаточно такие высокопоставленные и умные интеллигентные люди с другой стороны я увидел там многих представителей пас коллег по службе то есть такое впечатление что часть это да и по другая часть это те которых называли в разведке их называли доверительные связи или привлеченное лицо вот с числа советских граждан привлеченное лицо то есть это такое деликатное слово употребляющаяся во внешней разведке кгб для обозначения агентов агенты кгб которые использовались на внешнеполитическом фронте то есть там половина бывших разведчиков а другая половина это те агенты которые работали на связи у этих разведчиков и вот эти разведчики многие из них приносили мне когда я отвечал был такой период моей жизни за аналитическую работу в одном праве подразделению которым на связи работали многие из тех людей которые сейчас подрабатывают в совете по значит внешней оборонной политики она вот эта организация по моим наблюдениям находится где-то как-то на стыке влияние между кремлем и силовым блоком силовой блок это по тем причинам которые вам сейчас назвал половина разведчики половина их агентура то есть то что он говорит это это ну так я вам скажу с уверенностью на 99 процентов это вот то как оно и есть причем говорит он для людей которые у которых есть интеллект для того чтобы понять что он здесь пишет ну а дальше все таки мы посмотрим что что другие источники сказали по окончании переговоров козак ответственный представитель кремля на переговорах с украиной верни в контактах украины по украинскому вопросу в ходе переговоров была подтверждена позиция сша озвученная в женеве я вам говорил что в женеве не было никакой сдачи украины в том числе по минскому процессу озвученная в женеве что без согласования будущих параметров автономии то есть статуса донбасса значительный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен но кто с ним спорят конечно если не определим параметры что делать с донбассом то никакого регулирования конфликта не будет ясен пень обратите внимание ни слова о формуле штанмайера все формула умерла вот до них только дошло мы с вами дошли до этого сразу после женевы что он сказал нам представитель официальный госдепартамента сша нет прайс 12 октября это принципе уже здесь был где-то примерно час дня или около этого 2 2 день переговоров нуланд с ушаковым и с козыком уже принципе завершена он знал что он говорит итак ему задали вопрос а как там как там госпожа нуланд как дела прайс отвечает ее встречи были полезны оппозиция соединенных штатов по укомплектованию нашей миссии остается твердой мы согласились на еще один раунд обсуждения это по поводу миссии сколько людей там будет там да так далее кого будем высылать кого не будем и мы надеемся что продолжение переговоров может привести к решению чтобы наша миссия в москве могла возобновить свою нормальную деятельность вам напомню в том числе и прежде всего по выдаче виз которые практически сейчас не выдаются я действительно ожидаю что последующие обсуждения будут проходить на более низком уровне я вот все это время говорю не надо на высоком уровне разговаривать с кремлем надо разговаривать понизить уровень отношений там все это обсуждать практическом плане не надо фарфа фанфары ци и света юпитеров опять ни слова о минских соглашениях ни слова о одобрении нуланд минских соглашений в их интерпретации как как и каких интерпретирует кремль ABC news сообщает в среду путин заявил что будет видит потенциал для сотрудничества с сша по целому ряду вопросов от контроля над вооружениями до энергетикой и что у него внимание сложились прочные рабочие отношения с президентом байденом вот такие вот дела и я так полагаю что он пришел ко всем этим прекрасным ну прямо пушистый котик и пришел к этим всем грандиозным выводом на основании вот той оценки которая была изложена федором лукьяновым в своей программной статье который только что рассказал cnbc в среду кстати он дал cnbc путин дал интервью был задан вопрос по поводу вот этого нового блока аукус о котором мы с вами говорили сша великобритания австралии путин на мой взгляд хорошо дружить с друг другом но плохо дружить против кого-то это подрывает стабильность о которой мы все говорим и о которой мы все заботимся какой государственный деятель он сказал что надеется что ситуация не будет развиваться по какому-то непредсказуемому сценарию и не вызовет дополнительной напряженности в регионе здесь nbc подтверждает напоминает что кремль с момента образования этого блока регулярно напоминал о его опасности это несчастье внешнее самое несчастье по мида российской федерации по имени маши мария захарова она недавно говорила что это вообще в этот блок создан в нарушении международного договора о нераспространении ядерного оружия потому что планируется передача создание передачи австралии подводных лодок с ядерными двигателями ну и наконец какая вида опять вот я вот это рассказал ни слова о поддержке америка и позиции россии по минским договоренностям вопрос отсутствует он снят с повестки дня он мертв но и наконец украины обещался сообщили представители администрации зеленского что в те дни когда виктория нуланд пила переговоры в москве россия которая накануне замедлила поставки газа через украинскую газотранспортную систему к приезду нуланд во время ее переговоров врубила включила рубильник и газ пошел ура товарищи ну а теперь я вам скажу свои выводы из визита викторий нуланд первое кремль понял наконец-то понял что россия это уже не сверхдержава что есть сверхдержавы две соединенные штаты и китай поэтому у них есть вопросы и поважнее второе повестку двусторонних отношениях формирует сша и кремль это признал кремлю не удалось навязать свою повестку дня в переговорах с нуланд и видимо вот начиная с этого момента он уже не будет пытаться каким-то образом кого-то уговорить убедить и навязать свою повестку дня железная леди как ее назвал американской внешней политики провела блестящий визит который я надеюсь войдет в учебники истории то есть она показала как нужно вести переговоры с кремлем в его нынешнем составе только с позиции силы следующий вывод ни о какой сдаче украины не шло речи и не может быть и последние времени последние но один из важных выводов мертв минский процесс в его кремлевской интерпретации включающий последнее время формулу штанвайра он мертв ну и в заключение вообще я не люблю традиционно госдепартамент как главное орудие внешней политики инструмент внешней политики белого дома потому что но это болезни каждого внешне политического ведомства в российском союзе было то же самое это дипломаты в них работа разговаривать разговаривать разговоры поэтому когда вот появляется такой перец где-то в другой стране как путин до который начинает артачиться кошмарить ситуацию иногда нужно притормозить и показать кулак а госдепартамент он долго упорно всегда это дело откладывал и вот там же есть другие ведомства которые влияют или могут влиять на внешнюю политику пентагон церу какой-то степени министерство торговли в какой-то степени фбр и вот многие из них на разных этапах российско-американских отношений требовали ужесточения отношений госдепартамент он всегда не не отдавайте давайте будем до разговоры разговаривать вот это было вредно потому что она развращала кремль это моя позиция которую вот который я знаю понимаю которые я говорю середины 80-х годов когда я начал заниматься профессионально соединенными штатами наконец-то вот то есть я считаю вот этот нынешний состав госдепа он лучше чем когда-либо в истории после вот обозримой истории сша начиная с 80-х годов это касается госсекретаря блинкина и его заместителя третьего человека виктория в госдеп герархи госдепа виктория нуланд госдеп вот не дальний недавнем прошлом мы наблюдали с вами борьбу двух как сказать голов который имеется у белого дома во внешней политике совет национальной безопасности вместе с джеком селиваном с другой стороны госдепартамент того госдепартамент на российском украинском направлении видимо взял власть в свои руки будем надеяться что надолго совет национальной безопасности надеюсь отстранен и надолго ну вот что произошло моя оценка мне нравится как развивается ситуация о том как это вписывается в стратегический план гранд план и ситуацию в стратегическом мире я вам расскажу в следующей передаче как вы видите то о чем мы с вами говорили она имеет тенденцию свершаться поэтому слушаете наш канал давайте общаться мы мы будем понимать ситуацию и тенденции мирового развития раньше а иногда гораздо раньше чем это начинает понимать руководстве некоторых стран бывшего советского союза всего вам хорошего и до новых встреч